Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, прежде всего позвольте поблагодарить за предоставленную возможность выступить здесь. И, конечно, тема практически во всех докладах общая и неизбежно будут какие-то повторения. Но начать я бы хотел со слайда, который в 1987 году на съезде онкологов СССР показывал профессор Миробишвили Вахтанг Михайлович. Тогда в стране работал скрининг, выявлялись начальные формы инвазивного рака, и тенденция заболеваемости была такова, что предполагалось, что где-то к 1995 году в нашей стране удастся победить рак шейки матки, благодаря тому, что все практически женщины проходили плановые профилактические обследования. Но случилось иначе. И в 2013 году мы по заболеваемости 20 промиль вернулись к уровню 70-го года. И рост заболеваемости за 10 лет составил 25%. В защиту Санкт-Петербурга Лев Андреевич хотел сказать, что у нас все-таки не 18% летально за один год, а всего 16,5%. А в остальном, да, все цифры такие же. Если посмотреть на цифры официальной статистики, которые публикуются в российских справочниках, на первый взгляд создается такая вполне приятная, привлекательная картина. Увеличивается количество начальных стадий, снижается постепенное количество больных третьей стадии и четвертой. Однако во всех этих публикациях объединяются первая и вторая стадии заболевания, что в принципе делать неверно. В институте онкологии мы посмотрели распределение больных, поступавших на лечение по пятилетним периодам. И видно, что количество первой стадии снижается, возрастает число больных второй и третьей стадии. В лечении больных раком шейки матки используются в основном три метода. Это хирургический комбинированный и сочетанная лучевая терапия. Если посмотреть на распределение по видам лечения данные ФИГО, то большая часть все-таки в мире лечится на сегодняшний день сочетанной лучевой терапией. Вот серым цветом это сочетанная лучевая терапия. И гораздо меньше, в 10 раз меньше больных получают комбинированное лечение. Что происходит в России? Это данные 2013 года. 8% больных лечатся с помощью химио-лучевой терапии, а практически половина пациентов получают сочетанное лучевое лечение и только 30% хирургическое. Для наглядности здесь представлено распределение по видам лечения по стадиям. При первой стадии хирургическое и комбинированное лечение примерно одинаково с частотой используются. А начиная со второй стадии растет роль сочетанной лучевой терапии. И видите, при третьей уже хирургическое меньше 1%, 96% лучевое лечение, 92% при четвертой стадии. Ну вот говоря о том, что сочетанная лучевая терапия все-таки занимает на сегодняшний день ведущие позиции в лечении больных раком шеи и кематки, нужно помнить о том, что метастазы в лимфатические узлы отличаются низкой чувствительностью к лучевым воздействиям. А при раке шеи и кематки при первой стадии они достигают 17%, при Т2 встречаются почти у каждой третьей больной, а при опухолях Т3 достигают 60%. Кроме того, при Т3 в 27% случаев встречаются уже метастазы в поясничных лимфатических узлах. Это уже расценивается как отдаленные метастазы и четвертая стадия заболевания. Ну и выживаемость также по данным ФИГО при негативных и позитивных лимфатических узлах отличается почти на 15%. Говоря о лучевом лечении больных раком шеи и кематки, надо еще и обратить внимание на частоту рецидивов. По данным ФИГО обследовано почти 12 тысяч больных включено в этот отчет. В 31% встретились рецидивы заболевания и в каждом третьем случае они локализовались в зоне первичной опухоли. То есть это говорит о том, что недостаточно воздействия было оказано на первичную опухоль. И на втором месте это отдаленные метастазы и в основном это метастазы в параортальных лимфатических узлах. Что говорит о том, что на момент лечения эти метастазы уже были, однако из-за каких-то, видимо, дефектов обследования или по каким-то еще причинам они не были выявлены и, соответственно, не попали в зону лечебных воздействий. В институте онкологии из 1200 больных рецидивы встретились у 259 пациенток. Это 23% случаев и практически в половине всех случаев это были местные рецидивы, а в каждом пятом наблюдении это были отдаленные метастазы и в основном это оказались параортальные лимфатические узлы или легкие. Но если в отношении опухоли и легких других способов уточняющей диагностики, кроме компьютерной томографии, наверное, нет, то в отношении параортальных узлов возможны какие-то дополнительные методы исследований. Второй момент, который заставляет осторожнее относиться к сочетной лучевой терапии, это риск первичномножественных опухолей, радиоиндуцированной полиновоплазии. В первую очередь это рак влагалища, рак прямой кишки, рак тела матки. Этот риск начинает реализовываться примерно с 2006 года наблюдений и дальше растет с колоссальной скоростью. И где-то к 2030 году наблюдения практически каждая пациентка уже имеет высокие шансы заболеть радиоиндуцированной опухолью. Риск радиоиндуцированных полиновоплазий связан с превышением оптимальных суммарных доз во влагалище. С развитием поздних лучевых осложнений он не зависит от дистанционного облучения. Ну и пятилетняя выживаемость больных, это данные АСКО 2013 года. Причем тоже больные поделены на местные, куда входят все первые стадии. Местно распространенные опухоли и опухоли с отдаленными метастазами. И выживаемость с 91% снижается до 16%. На этом слайде нагляднее можно увидеть выживаемость в зависимости от стадии. И если мы обратим внимание, при первой стадии она достигает почти 100%, а при второй уже снижается до 75%. Это, к слову о том, что, наверное, все-таки неправильно в наших отчетах объединять первую и вторую стадию в начальной рак шейки матки. Выживаемость в зависимости от видов лечения. Но, к сожалению, в статистике не найти таких данных о выживаемости больных в зависимости от стадии и видов лечения. По этому слайду можно предположить, что хирургическое лечение, которое позволяет достичь очень высоких результатов, отдаленных результатов, скорее всего, применялось у больных с первой стадии. А, допустим, только химиотерапия, где выживаемость не превышает 15%, это, по-видимому, скорее всего, речь идет о четвертой. Но вот это могут быть только такие предположения. По рекомендациям НССН и АСМА, все больные раком шейки матки, начиная с первой ибо стадии, должны подвергаться химиолочевой терапии. В результате приведенных нескольких рандомизированных исследований показано увеличение пятилетней выживаемости на 6% при назначении химиолочевого лечения. И вопросы химиолочевой терапии начали разрабатываться где-то в конце еще прошлого столетия. Здесь представлены авторы, чаще всего использовался цисплатин в качестве радиомодификатора. И в институте онкологии примерно с этого же времени, с 1998 года, мы также начали применять химиолочевое лечение. И схема лечения больных раком шейки матки, начиная с тех пор, выглядит вот следующим образом. Правда, два года назад сюда добавился еще первый этап. Это хирургическое стадирование. Хирургическое стадирование позволяет достоверно уже уточнить степень распространения опухоли и, соответственно, планировать лечение, начиная, которое может варьировать от радикальной трахилоктомии при инвазивном раке шейки матки до палеотивной химиотерапии. А в результате знания о точной стадии мы можем добиться и повышения выживаемости, и снижить риск развития рецидивов. Хирургическое стадирование оказалось полезным в плане уточнения чувствительности и специфичности стандартных методов исследования, которые на сегодняшний день применяются рутинно. Мы видим, что в отношении распространения на мочевой пузырь, на прямую кишку, инфильтрации параметриев, чувствительность УЗИ и МРТ достаточно низкий, специфичность чуть выше. Чувствительность и специфичность в отношении поражения подвздошных и проортальных узлов также при латеринском исследовании 50% и только 25% при МРТ. Из 14 больных, у которых при МРТ-исследовании были установлены метастазы в проортальных лимфатических узлах, морфологически они подтвердились только у четырех. Причем надо сказать, что исследование это проводилось в Институте онкологии имени Петрова, где собраны самые сильные специалисты в городе. Когда я сейчас два года перешел работать в городскую сеть и читаю заключение УЗИ и МРТ, которые мы получаем из районных поликлиник, у меня такое впечатление складывается, что их, наверное, лучше вообще не назначать, потому что они только вносят какую-то путаницу. Ну а уточнение стадии позволяет изменять план лечения, в частности, увеличивать поле облучения с захватом параортальных областей. В нашу группу, которую мы обседовали, вошли 616 больных, первая и третья стадии. В половине проводилась химия-лучевое лечения, а другая половина лечилась по стандартным методикам, сочетанной лучевой терапии. В результате нам удалось прооперировать 87% из группы с химия-лучевой терапией и только 69% из группы больных с лучевым лечением. Если говорить об осложнениях, то они были невыражены. Гематологические осложнения – это лейкопения, тромбоцитопения, небольшого количества больных и первой и второй степени тяжести, которые очень легко оккупировались. Не гематологические осложнения – это в основном постлучевые ректиты и циститы, которые с одинаковой частотой встречались у больных, получавших лучевое или химия-лучевое лечение. И тошноты и рвоты немножко чаще у больных с химия-лучевой терапией. Но если при этом посмотреть на эффекты химия-лучевого лечения, мы видим, что у 7% был достигнут полный регресс опухоли, у почти половины больных опухоли уменьшилось почти в два раза, и еще у трети больных регресс менее чем на 50%. Без эффекта только 15% пациентов. При лучевой терапии 40% пациентов эффекта не отмечено. То же самое касается инфильтрации параметриев. Таким образом, если суммировать все эффекты, при назначении химия-лучевого лечения они достигнуты у 84% больных и у 59% при сочетной лучевой терапии. Определялось это с помощью данных МРТ и УЗИ. Кроме того, оценивался морфологический терапевтический патоморфоз на основании определения методической активности и площади паренхима. Полный патоморфоз у 7,7%, у 67% зарегистрирован терапевтический патоморфоз и 25% без морфологического эффекта. И показы на сегодняшний день мы можем уже говорить о пятилетней выживаемости у этих пациентов. Они оказываются достоверно выше у всех больных в всех стадии первой, второй и третьей. Где-то в среднем на 10% эта выживаемость улучшается по сравнению со стандартными методами лечения. Больше всего пациентов находилось во второй стадии в нашем исследовании, но и здесь внутри второй стадии, вторая А и вторая Б, также где-то около 8-9% улучшения пятилетней выживаемости мы получили. И вот на этом слайде представлено лечение больных второй, третьей, четвертой стадии при применении сочетанного лечевого лечения и комбинированного лечения вот по методике, о которой я говорил. Выживаемость оказывается достоверно выше. И особенно отчетливо это видно у больных, которые лечили сочетанной лечевой терапией. Это больные третьей стадии с метастазами в подвздошных лимфатических узлах. 34% пятилетней выживаемости. И при применении химио-лучевой терапии и операции эта цифра повышается до 45%, что говорит о том, что больные с удаленными метастазами все-таки выживают лучше, чем составленными. Но здесь на слайде суммированы показания к приведению химио-лучевого лечения. И еще один такой момент, который сейчас широко обсуждается и в зарубежной литературе, это целесообразность назначения одевантной химиотерапии уже начиная со второй стадии, которые позволяют повысить выживаемость где-то от 8 до 16% еще. Но для нашей страны это предмет еще дальнейших исследований. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.